Идем за ним, потому что в этом все наше, вся жизнь наша, духовная, получается. И нету никакого ответа. Ну что, апостол Павел бы так поступил? Батюшка поднималась за эти вопросы. И мы трусы, ничего не можем опять ничего сказать. Только батюшка здесь становится, и все сразу сестры. Ой, Игорь, молчи, 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 ой, молчи, молчи. А ты там, ой, молчи, молчи. Ну и домолчали, что дальше-то теперь? Я только руками махать могу, и все. Словами, я же вам говорил, не передать чувств, которые переполняют меня. Потому что надо мной, над ним, как дурачком смеялись, загоняли меня в угол. Из-за этого вопроса, что будет с нами-то? И мы сейчас стоим, епископа нет уже, все. А теперь, что с нами будет? А никто не знает. А что, нельзя было епископа спрашивать, он вот тут сидел. Нельзя, это не тактично. Ну давайте теперь, что тактично? Молимся, все уже молятся. Я согласился, все молятся. И что дальше, никто ничего не знает. Дождемся 17 мая, и чудо случится. Приедет к нам, епископ. Ну давайте, дождемся еще 17 мая. Но если чудо не случится, тогда кто будет виноват? Или что делать? Опять. А Сергий с Павлом не ждали. Общины старобляческие решили. И они поехали по всем странам-странам и нашли в Греции, в каком-то там монастыре, этого самого, кого нашли? Тихона, по-моему. Нет. Антония? А в Роси. А в Роси. А в Роси. Ну вот там нас же сегодня... Нашли. А Машки, ты давай вопрос. Почему? Потому что все, вот они уже. Ну они были 300 лет без епископа. Ну я чувствую нам, через 300 лет мы подрастем. Я молчу пока. Вы же затыкаете? Ну ладно, я молчу. Я буду ждать. Я крепкий, оказывается. Он только мог ответить, он бы ответил. Он и сам не знал. А зачем туда-то запираться было тогда, раз не можешь ответить? У нас было так. У нас было так. Председатель артели был. Артель у нас. Добывали золото. Почему они не пришли? У нас все было хорошо. Но техника была в аренде. От государственного предприятия. И вот случается следующее. Приезжают у нас эту технику, все арендованную забирают. И заходит председатель и все, работать нечем. И сидят 40 человек народу, все дети, все поселки уже знают, жены собрались. А что делать, председатель? Я не знаю. Не знаешь, дед? Ну тогда шапку снимай, дай другому эту шапку и пускай он правит теперь. А кто будет? Кто знает? Никто ничего не знает. Ну выбрали там одного, поставили зимцу.